Всем привет, ребят! Зовут меня Сергей Родионов, мой никнейм Рокспоми. В предыдущем обзоре я рассказывал вам про мышку и коврик. Ознакомь я с вами со многими и вы со мной благодаря моим стримам по StarCraft II. Может быть кто-нибудь будет смотреть, кто не видел моих стримов этот обзор. В предыдущем я уже рассказывал вам про мышку с ковриком. Сейчас я хочу вам рассказать про наушники из новой линейки Lenovo, которые я сейчас пользуюсь. Ну и давайте посмотрим на данные наушники. Это наушники 7.1, объемные наушники. Вот так они выглядят на мне. Я их не включил сейчас, потому что хочу вам показать их поближе. Вот, снимаю обзор я один, поэтому сейчас я просто их положу вам и расскажу, что здесь и как. В общем-то, давайте посмотрим. Так, вот они наушники, ребята. Вот, положил я их на клавиатуру. Вы видите сейчас микрофон, вы видите сами наушники. Типа они закрытого. То есть, что это значит? Это очень хорошая у них изоляция. Вот вы видите вот эти дужки огибающие сами наушники, которые к уху прикладываются. Они не тканевые, то есть на них шерсть никакая не набивается. Они из такого материала. Вот, типа кожи, не знаю, какой точно здесь используется. То есть, в этом плане они очень-очень хороши. Я, когда комментирую турниры, я снимаю всегда один наушник. Вот, потому что иначе буду громко орать, так как внешних звуков вообще не слышно. По поводу других моментов. Присутствует микрофон, то есть гарнитура. Вот он микрофон. Я даже одной рукой, держа камеру, смотрите, сейчас просто его могу вынуть. Вот вам показать здесь. Здесь разъем под него. Могу вставить назад, собственно, одной рукой. Его также. Все, вот он вставился. Пользуюсь, конечно, другим микрофоном. Этот пробовал, звук хороший, да. Но у меня есть возможность дома, все никуда не уезжаю, пользоваться другим профессиональным, более микрофоном. Вот, но для игры, как бы, этот микрофон меня бы устраивал более чем полностью. Вот, также здесь, что присутствует у нас конструкция наушников. Здесь, чтобы расширять, вот такие дужки, вообще-то выдвигающиеся присутствуют. Они из двух материалов стоят. То есть, здесь железо и пластик. В общем-то, о чем это говорит? То есть, это не дает гигантскую им какую-то массу. Но при этом они очень прочны. Потому что одни из моих наушников сломались как раз вот в этом месте. Я их снимал вот так вот, рукой дернул. И они переломились. Также у меня были еще другие наушники, где цельная такая железная штука была. И в итоге в них, когда часов пять я сидел, особенно когда я играл с двумя наушниками одетыми, они мне так, ну, уши надавливали, что приходилось снимать, как бы, их и массировать уши, да. Здесь же, как бы, такого эффекта нет. То есть, они достаточно прочно сидят, но не слишком, чтобы давить, да. Вот, также, ну, понятно, если часов десять-пятнадцать сидишь, что вообще, в принципе, вредно, да. Как бы, нужно все-таки паузы давать себе. Здоровье все-таки оно не бесконечное, да. Вот, здесь также что еще присутствует у нас? Ну, по поводу конструкции более-менее сказал. Вот, вы видите дизайн. Дизайн такой без всяких излишеств, что мне тоже нравится. Вот, да, масса наушников 330 грамм, то есть, они очень-очень мало весят, реально, то есть, их почти не чувствуется вес. Вот, то есть, удобно для перевозки, в принципе, да. Слишком не будет нагружать, а кто на турнире ездит, это важно, или куда-нибудь с собой просто берет. Вот, ну, вот, собственно, они наушники, да, сгибаемые вот эти вот сюда уши, чтобы можно было, да, тоже, как бы, их компактнее как-то перевозить. Ну, и давайте теперь посмотрим провод, мы, что мы здесь видим. Провод тканевый, то есть, он не гнется особо, на нигде там не перепутывается. Здесь у нас регулировщик, вот это микрофон, то есть, можно сюда жать, они не включены, а включены, жмешь, и эта кнопочка горит, что микрофон выключен, да, если вам надо с кем-то поговорить, и не было звука. Это регулировка громкости, да, в наушниках, то есть, вы просто жмете плюс-минус, и звук регулируете. Длина провода 1,8 метра. Вот, ну и смотрим сюда, вот, собственно, входа, вы видите, наушники USB, вы можете, как бы, их включать и одновременно включать в колонки, просто, ну и потом переключать, да, в Windows, чтобы что-то хотите, да, вы там одно. То есть, это тоже достаточно удобно. Вот такие вот дела, ребят, если вы хотите, сейчас я найду кое-что, подождите. Если вы хотите поподробнее, какие-то характеристики, опять же, как с мышкой, вы можете все это в интернете посмотреть. Цену можете посмотреть. Ну, цена, конечно, можно сказать, не слишком маленькая, но есть наушники, которые стоят в разы больше, вот, но ничем особо не отличаются, да, как бы, от этих. Вот, ну, то есть, я думаю, по цене, качеству, параметрам, они очень даже хороши. Вот, какие дополнительные параметры тоже можете на сайте посмотреть. Я про мышку, про коврик рассказывал, говорил, там, на M-Video, на сайте Lenovo все это дело есть. Вот, ну, вроде бы ничего я не забыл, ребят. Если какие-то вопросы будут возникать, можете мне их задавать, там, на стриме где-то или где-то еще. Этот обзор я тоже выложу, в общем-то, вместе с мышкой. Опять же, кого интересуют какие-то, там, очень точные параметры, да, там, вот эти все технические характеристики, смотрите, да. Я же рассказываю о том, как это все мне. Спасибо всем за внимание, приходите на стримы, смотрите обзоры, вопросы задавайте, я на все отвечу. Всем пока, ребят, с вами был Рокспоми Сергей. Рокспоми Сергей.